С начала мая в Адыгее зарегистрировано более десятка фактов обмана граждан. Сумма ущерба составляет около 4 миллионов рублей. И, к сожалению, до сих пор мы не слышим призывы полиции, но доверяем всем подряд. Одно из таких заявлений поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу от 35-летнего местного жителя. Оказалось, что накануне обращения в органы внутренних дел он общался с неизвестными выдававшими себя заработников финансовой организации. Звонки осуществлялись с номеров, схожих с корпоративными и начинающихся на 8495-499. Потеряв бдительность, потерпевший выполнил рекомендованное ему действие, направленное якобы на сохранение вклада от мошенников, после чего лишился более 320 тысяч рублей. Кроме того, в Майкопе зарегистрирован крупный факт мошенничества, связанный с оформлением кредита. 48-летняя жительница Краснодарского края лишилась 719 тысяч рублей. Потерпевшей предложили услугу рефинансирования. Получив нужный код, который никому нельзя говорить, некие лица оформили на имя женщины кредит. После они исписали всю находившуюся на ее счете сумму, кредитные 700 тысяч и личные 19 тысяч рублей. В мае в полицию поступило несколько заявлений по фактам квартирных краж. Совершены они в Майкопе, Тахтамукайском и Майкопском районах. 59-летняя местная жительница рассказала оперативникам, что неизвестный через открытую дверь проник в ее квартиру и украл телевизор. Следственная оперативная группа, изучив место происшествия и найденные улики, вышла на след подозреваемого. Им оказался 65-летний местный житель, у которого изъято похищенное имущество. Ранее жертвой воров стал 61-летний майкопчанин. Путем отжатия металлопластикового окна проникли в его дом и похитили 280 тысяч рублей. Также в полицию Майкопского района обратился 56-летний местный житель. Преступники из его дома украли дорогой строительный инструмент. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. И в продолжение темы краж в полицию нередко поступают заявления о воровстве из магазинов. Чаще похищают продукты питания, алкоголь, бытовую и цифровую технику. Но и торговым работникам надо быть внимательнее. Так в дежурную часть полиции Тахтамукайского района обратилась 34-летняя местная жительница, управляющая магазином одежды. Она рассказала, что в ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, была выявлена кража дорогостоящего спортивного костюма. В этот же период времени поступило подобное заявление от представителя другого магазина, расположенного в Тахтамукайском районе. В нем потерпевший изложил, что из магазина была украдена одежда известных брендов. Пострадал и 40-летний житель Красногвардейского района. Воры из принадлежащего заявителю магазина украли продукты на большую сумму. Полиция напоминает, чтобы свести риск имущественных преступлений к минимуму, проявляйте внимательность и помните, что в случае кражи нужно срочно сообщить об этом в ОВД по телефону 02 с мобильного 102.